Мыслитель, художник, археолог, путешественник, писатель, общественный деятель. Человек с именем, достойный такого извояния, считают создатели памятного знака Рериху. Мы действительно понимаем, какой значительный вклад Николая Константиновича, всей его семье в развитие и сохранение культуры, идей гуманизма. Его имя на российской, алтайской, барнаульской земле очень почитаемо. А идеи его, конечно, очень живы и находят отклик и в наших умах, и в наших сердцах. И чем больше будет у нас памятных знаков, памятников, мест памяти, тем самым мы будем увереннее стоять на этой земле. Как родилась эта идея? Она родилась очень быстро, буквально. Не знаю, мне кажется, наверное, Николай Константинович, может быть, помог. Потому что, когда я просто вечером сделал эскиз, и у меня просто было слово Рерих. То есть оно у меня возникло просто вот перед глазами. И я сначала сделал вот такую плакетку и вот этот элемент центральный. И мне показалось, что больше ничего и не нужно. Николай Константинович Рерих, конечно, во время своей экспедиции изучал прошлое Алтая, мечтал о будущем Алтае, мечтал здесь жить на Алтае. Но, наверное, самый главный след, который он оставил, не выражается в находках экспедиции, путевых заметках. Самый главный след, который он оставил, это надежда в сердцах людей, надежда в справедливость, добро, гармонию и радость. Выбор места для установки пал на сквер вблизи реки Барнаулки. Уютный уголок в историческом центре города. Теперь эта локация в столице Алтайского края станет еще одной точкой притяжения для туристов и почитателей гуманистических идей философа. Здесь знамя мира, символ сохранения культурного наследия, которое необходимо сберегать от войн и разрушений во все века и времена. А именно в этом была главная цель Рериха. И действительно, наш с вами замечательный край – это центр мироздания для очень многих людей. Центр силы. Не только для нас, для всех, кому дороги идеалы искусства, добра, поэзии и красоты. Сама идея появилась еще осенью прошлого года. На разработку проекта ушло два месяца. И вот на открытии памятного знака гости из пермских городов Лысьво и Гремячинск, а также Калуги и делегация Избийска. 3 июля исполнилось 10 лет и принятию Алтайским краем знамени мира, и принятием более 30 организаций России знамен мира. И именно знаменосцы получили новый импульс в такой вот культурно-просветительной работе. Как говорил Николай Константинович, там, где культура, там и мир. Там, где мир, там и культура. Как считают организаторы, с появлением нового памятника интерес к творчеству Николая Рериха усилится. А надпись на табличке подтолкнет к духовному росту даже тех, кому имя великого мыслителя до сих пор не было знакомо. Дарья Ярушина, Владислав Ковалев. День с толком.